Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник, студия Александр Семенов. 13 лет колонии строгого режима в промышленном суде Самары вынесли приговор 29-летнему уроженцу Ямало-Ненинского автономного округа Харитону Горячкину. По данным следствия, в результате его действий погиб трехлетний ребенок. Все произошло 31 января этого года в одной из квартир дома на проспекте Кирова. Павел Баймаков расскажет далее. Заходя в зал в судах, Харитон Горячкин уже ведет себя вызывающе. Позже ему предоставляют последнее слово. Читает по листочку. Явно готовился. Я не могу руководить, но ничего изменить, к сожалению, уже невозможно. Это очень прискорбно. Я готов понести любое наказание. Я готов жизнь отдать, лишь бы вернуть время назад. Но это, к сожалению, невозможно. О своем поступке, а точнее поступках, ныне осужденный задумался явно поздно. Шансов что-то изменить и не доводить до трагедии было предостаточно. По данным следствия, издевательства над ребенком продолжались примерно на протяжении месяца. Почти каждый день на теле девочки появлялись новые синяки, ссадины и даже ожоги. После очередного обращения в больницу с рассеченным у ребенка подбородком в дом к семье приходили представители органов опеки и отдела по делам несовершеннолетних. Но даже они ничего необычного не заметили. Из заключения экспертизы следует. Трехлетняя Василиса Бритвина умерла от разрыва печени. По словам ее матери, Наталья за несколько дней до трагедии Горячкин избил ее и сильно ударил в живот ребенка и запретил вызывать скорую. Почему даже после этого Наталья не забрала свои вещи и не рассталась с возлюбленным, она так и не смогла пояснить. В ближайшие 13 лет Харитон Горячкин проведет в колонии строгого режима. Павел Баймаков, Николай Сидоров, СТВ. Как живут за решеткой? Прокурор Самарской области Константин Букреев провел плановую проверку в 13-й исправительной колонии, что в поселке Спиридоновка вместе с руководством исправительного учреждения был произведен обход как производственных, так и жилых помещений. Некоторые из них нуждаются в ремонте. Одна жалоба поступила от осужденного. Как выяснилось, его незаконно поместили в штрафной изолятор. Нарекания у проверяющих вызвало и маленькое количество трудоустроенных осужденных. Несмотря на довольно неплохо налаженное швейное производство и металлообработку, из 900 из них на работах занято лишь 36%. Все выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшие 30 дней. Проверка пройдет и в других колониях Самарской области. Администрация учреждения в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, она обязана привлекать осужденных к труду по мере возможности. Соответственно, эту возможность должна администрация изыскивать. Чем больше будет привлечено разнообразных производств в колонию, тем больше трудоустроено будет людей. Мы не только сидя в кабинете изыскиваем заказы, мы выезжаем в фирмы, выезжаем в Тольятти, Сызрань, город Самара. Сейчас последний заказ мы изыскиваем, это завод трансформаторов, это город Самара. Работу не закончили. Жильцы дома по улице Куйбышева 30 несколько недель вынуждены наблюдать последствия ремонта теплотрассы. Трубу заменили, но приводить все в порядок никто не спешит. О своих неудобствах жители рассказали и дежурному по городу Илье Егорову. Улица Куйбышева 30. По словам жителей, к ремонту теплотрассы коммунальщики приступили в начале сентября. Работа велась не слишком активно, но все же в конце октября трубу заменили, отопление в дом дали. Но последствия ремонта, несмотря на обещания коммунальщиков все исправить, люди наблюдают до сих пор. Траншею на въезде во двор просто завалили землей, грунт уже начал проваливаться. Около дома труба и вовсе не закрыта, а в стене сквозная дыра. Рабочих жильцы не наблюдают уже пару недель. Заехать невозможно, машина выехать уже не может. Потом раскопана рядом с кухней, там торчит отопительная труба, и в случае мороза она лопнет. И там сквозная дыра в дом идет, задувает холодный воздух. Жалобы в управляющую компанию успехом не увенчались. Обслуживающая организация, судя по всему, никак не может найти общий язык с подрядчиком. Жители говорят, что в курсе сложившейся ситуации администрация района. Но будет ли кто-то в итоге наводить порядок, вопрос открытый. Я звонила в ЖЭО, в жилсервис и просила, чтобы нам дали номер телефона вот этой подрядной организации, чтобы мы сами с ними хотя бы поговорили и разобрались. Нам никто ничего не дает. Ребята, которые здесь работали, когда мы стали спрашивать, а почему вы все бросаете, почему вы не приходите, там цемент брошенный, краска брошенная у них, они все побросали и ушли. Они нам ответили, что нам не платят деньги. И если не будут приняты меры в ближайшее время, то мы будем обращаться в ГЖИ и в прокуратуру. Илья Югуров, Николай Епифанов, СТВ. Погода преподносит все новые сюрпризы. С приходом оттепеля изменились и приоритеты коммунальных служб. Главное на сегодняшний день вовремя очищать ливневки и откачивать воду там, где отсутствуют дождеприемные колодцы. Чтобы движение по городу было более комфортным, десятки аварийных бригад и единиц техники вышли на улицы. За ходом работ наблюдали и наши корреспонденты. С начала ноября в Самаре выпало уже больше 50 миллиметров осадков. Это выше месячной нормы. Вместе с дождями трудностей добавляет и талый снег. Особенно это ощущается на городских дорогах. Хотя коммунальные службы к такой ситуации готовились заранее. Совместно с гидромицентром обсуждались прогнозы, формировались аварийные бригады. Только муниципальное предприятие инженерные системы выводит на закрепленные участки 15 бригад днем, 10 ночью. Они курсируют по ранее утвержденным маршрутам, проверяя работу систем дождевой канализации. Могу с уверенностью сказать, что на сегодня в предприятии работает диспетчерская служба. У нас аварийных заявок практически нет. То есть ситуация по городу на сегодняшний день стабильная. При этом в оттепель очистка дождеприемных колодцев стала одной из приоритетных задач. Кроме работ по обеспечению водоотведения на участках дождевой канализации, сотрудники МП проводят уборку и вывоз мусора с пешеходных тоннелей, текущий и периодический осмотр искусственных сооружений, откачку дренажных вод. Есть в городе и улицы без ливневок, например, заводское шоссе. Любая неровность на дороге – огромная лужа. На помощь приходит муниципальное предприятие благоустройства. Воду откачивают в 10-кубовые цисцерны и сливают в канализацию. Как только выпадают осадки, тут же у нас две машины. На СДУ Кировского района две машины у нас и лосось. Мы откачиваем круглосуточно. За одну смену бригада совершает больше 20 рейсов. Те, кто ездит здесь постоянно в непогоду, регулярно видят этот яркий КАМАЗ. Вчера, я смотрю, хорошо откачивали воду. Сегодня хорошо работает. Заметно, конечно, в городе вообще в последнее время хорошо работает. Благоустройство в том числе. На проблемных участках города сегодня в дневную смену воду откачивали с помощью пяти бойлеров. В ночь будут использовать уже семь. Это не только машина МП-благоустройства, но и привлеченная техника другого муниципального предприятия. Особое внимание уделяется территориям, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Кроме задач насущных, есть и глобальные. Продолжается подготовка инженерных коммуникаций к Мундиалю. За девять месяцев этого года очищено порядка 54 километров сетей. Отремонтировано около 600 колодцев. По инициативе администрации Самары за последние три года город взял на баланс 40 километров бесхозных ливневых сетей. До 2018 года примет еще 20. Надо отметить, что в рамках реконструкции заводского шоссе ливневки появятся и там. Создать условия доступной среды можно только совместными усилиями общественности, государства и маломобильных категорий граждан. В то время как город готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Этот вопрос под особым контролем. Какие моменты важно учесть и исправить? И как наладить взаимодействие? Разбирались и наши корреспонденты. В центре внимания социально значимые объекты. По итогам мониторинга далеко не все здания отвечают вопросу доступности для маломобильных граждан. По мнению общественников для решения этой проблемы важно всегда привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну делают, ну как бы вот, ну мы же делаем, вроде бы и есть, а пользоваться нельзя. Это примерно как вот на, сейчас готовится железнодорожный вокзал к приему чемпионата мира. Там масса вопросов по доступности. Вчера было слушание, презентация вот этой доступности, недостатков там выше крыши. Ну это надо просто работать. Создать доступность и обеспечить безопасность – ключевые задачи, которые предстоит решить уже в ближайшее время. При этом сегодня строят много, но не всегда и не везде учитывают нормы для создания безбарьерной среды. С 95-го года есть закон о защите инвалидов. В 2001 году закон были внесены изменения. Были внесены изменения в строительные СНИПы, там 59-е СНИПы тоже были внесены изменения. И все это должно быть предусмотрено в проекте. И в строительстве все это должно быть предусмотрено. Если что-то по противопожарным мерам не будет принято или сделано, объект не будет принят. А вот если не сделано по инвалидам, по доступной среде, объект принимается. То есть мы видим, что остаточный принцип по доступной среде для инвалидов. Как проблему решить, обсудили представители общественности, профильных министерств и застройщики. На повестке дня доступны социально значимых объектов. А уже весной планируют провести мониторинг дорог и жилых сооружений. Екатерина Алексеева, Николай Сидоров, СТВ. И о других не менее важных событиях в нашем коротком видеообзоре. Выплаты в фонды медстрахования и соцстрахования хотят переложить на работников. Не все, а только часть. Но какой именно, пока неизвестно. Такое предложение выдвинул Российский союз промышленников и предпринимателей на встрече с министром труда и занятости, а также членами профильного комитета Госдумы. Сейчас, с юридической точки зрения, это делают работодатели. Хотя в конечном итоге эти выплаты все равно компенсируются за счет официальных зарплат работников в сторону их уменьшения. Но работодатели хотят сделать все официально. Это связано с очередным увеличением выплат фонда обязательного медицинского страхования с 2019 года и взносов фонд социального страхования. Авторы инициативы из РСПП, предлагая переложить выплаты на работников, ссылаются на международный опыт. Оплата труда в выходные и праздники. Правительство России предложило поправки в Трудовой кодекс, которые помогут работникам отстаивать свои права. В законе будет прямо прописан порядок расчетов заработной платы в выходные и праздничные дни. Сейчас уже действует норма ТК, где указывается на необходимость двойной оплаты. Но в судах постоянно возникают споры по расчету конкретной суммы. И работодатель зачастую решал дело в свою пользу. С введением в действие новой нормы в трудовое законодательство все будет по-честному, обещают разработчики законопроекта. По сообщению Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в ночное время будет запрещено движение на улице Ташкентская, проспекта Кирова до Георгия Димитрова. Ограничения связаны с выполнением работ по реконструкции автомобильной дороги. Будет проводиться переключение линий электропередач и монтажа высоковольтной опоры. Планируется также введение ограничения движения и по улице Демократическая, в районе Кольцевой развязки с улицей Ташкентской с 9 по 12 ноября с 0 часов до 5 утра. Мигранты заплатят больше. В следующем году вырастет стоимость патента на право работы для иностранных граждан на территории Самарской области. В настоящее время Региональное министерство труда, занятости и миграционной политики разрабатывает проект регионального закона, где определят конкретную стоимость. Напомню, патентная система введена в 2015 году для мигрантов, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Тогда стоимость разрешения на работу составляла 2,5 тысячи рублей в месяц. В 2016-м – 3 тысячи. Также региональная Минтруда в этом году предложила указывать в патентах конкретную профессию трудового мигранта. Это ограничение сделано для защиты прав российских работников. А теперь наши корреспонденты расскажут и о самых значимых уже спортивных событиях в жизни региона. Смотрим обзор. Волейбольная «Нова» сыграет с красноярским «Енисеем». Матч пройдет в Новокуйбышевске 12 ноября. На данный момент соперники провели одинаковое количество встреч в чемпионате России этого сезона. В активе также равное число баллов по 7. Так что матч будет принципиальным. У «Волжан» преимущество домашнего паркета и поддержка болельщиков. И это как минимум. Плюсом «Нова» находится в приподнятом настроении после гостевой победы над «Динамо» из Ленинградской области. У военных летчиков продолжается выездная серия. ЦСКА ВВС предстоит провести два матча в гостях с командой «Чебоксары». Сейчас у нашего клуба не совсем удачная игровая полоса. Подопечные Сергея Сошникова потерпели два крупных поражения в Саранске от местной Мордовии. Сейчас ЦСКА ВВС опустился на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата. И хоккеисты горят желанием реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Максим Власов сразится с Рахимом Чехкиевым за вакантный титул интерконтинентального чемпиона WBA. Таким образом, воспитанник Самарской школы бокса будет биться с олимпийским чемпионом. Встреча соперников состоится 3 декабря в Москве. Отмечу, что рекорд нашего земляка, 30-летнего Власова, на данный момент 5-0. Крайний бой Максим провел в июне, остановив в третьем раунде Исмаила Силаха. У меня же на этом все. Далее еще один сюжет прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, агс.лиманский.ру. Читайте наши новости в социальных сетях в группах СКАТОСТВ Самара. Заходите на сайт телекомпании. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Впервые в Самаре представлены одежда и фермерские продукты от ведущих производителей в рамках всероссийской ярмарки от выставочной компании «Регионы». Теплые шерстяные вещи из Монголии, пуховые накидки из Оренбурга, модные саболиные шубы. Есть все, чтобы подготовиться к холодам. А чтобы укрепить здоровье, горожанам предлагают десятки видов меда и полезные натуральные масла. Гурманы найдут здесь и подходящие специи. Сюда их привезли из Абхазии. Приправы. Приправы. Здесь роскошное огромное количество. Все очень вкусно. И мед хороший очень, да. Там даже дают попробовать, на самом деле. Скоро день рождения. Хочу закупить рыбу, икры. Ну, цены такие средние, как говорится, наши, народные. Ассортимент очень широкий. Тут и носки, и колготки, и мед, и рыбу вот сейчас. В общем-то, все нужно. Это опять зависит от цены все. Здесь вас цена устраивает? Ну, пока да. Здесь, может быть, и цена подешевле немного. Кроме того, здесь есть и свежая камчатская рыба, грибные соленья, а также эксклюзивные арабские духи. Выставка расположена у торгового центра «Гудок». Работает она с 9 по 13 ноября с 10 утра до 7 часов вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин